Управлять комбайном так, чтобы при уборке не пострадала ни клубня сахарной свеклы. Задача посильная лучшим. За рулем заслуженный механизатор области Николай Головин. Индивидуальный подход к каждому корнеплоту даже в процессе уборки помогает поддержать искусственный интеллект. Современный высокотехнологический комбайн полностью компьютизирован. Николай Валерьевич в совершенстве овладел управлением сам и уже обучает новичков. На мастер-класс в Покровское приехал губернатор области. Попробуем, я не раз говорю, не сыграл. Вот просто одну нажимаешь кнопку и все автоматически включается. А вот эти вот шесть штук капачи, они только когда начинают ехать, они начинают вот так вот играть. Они за счет этого приподнимают свеклу. Я сейчас получил огромное удовольствие. И не только от этой замечательной техники, а прежде всего от человека, который там ей управляет этой техникой. Все компьютеризировано, все понятно. И одновременно, так сказать, нужно иметь особый талант. Сезон свекольно-сахарных рек в Цельнинском районе в самом разгаре. 396 гектаров сладкого овоща посеяли здесь в конце весны. Около трех месяцев на пророст. И сегодня крупные клубни можно голыми руками собирать. Это недостаточно влаги, поэтому много корней. Она должна быть продолговатая. То есть корень один, а от него уже идут маленькие отростки. В этом году площадь посева увеличили на рекордные 196 гектаров. Против стахановских устремлений оказалась погода. Весной ростки заливало, летом выжигало на солнце. Нынешний год были природные условия еще плохие. У нас градом побило вот это поле. Именно вот это поле градом побило. Много свеклы погибло. И получилось так, что сначала же дожди сильные были. Тоже смывало немножко свекла. Пострадала свекла в этот год. Сократить посевы сахарной свеклы на 15% по всей стране в этом году решили в Минсельхозе. Для Ульяновска сахарная промышленность, производство стратегическое. Возделывают свекольную культуру сразу в трех муниципалитетах области. В Ульяновском, Цельнинском и Чердоклинском районах. Но дорогие семена и ядохимикаты, необходимость постоянного контроля и частое опрыскивание. Веру некоторых производителей заметно подкосили. Да и прошлогодние цены на готовый продукт сильно расстроили. С поля свекла уходила за смешные 19 рублей. Как итог, сахарный песок в этом году не добирает вся страна. Да и цены на него полетели вверх. Мы наоборот увеличили в своем хозяйстве, рискнули и, я думаю, не проиграли. В этом году уже на сегодняшний день сахар стоит 44 рубля. Не просто сохранить, а вопреки приумножить посевы настоял губернатор области. То есть в этом году мы с урожаем? С урожаем. Ну, конечно, очень переживали, думали, что вообще на этот минимум будем. Но если уже 400-450 будет, то это очень хорошо. В этом году мы с прибыли? С прибыли. В регионе сахар течет рекой. Собирают по 50 центнеров с гектара. Излишки производства пойдут на продажу по всей стране. В планах наладить торговые пути за границу. Мы сейчас пытаемся развить экспортный потенциал и добиться контрактов, чтобы наш сахарный песок уходил в страны ближнего зарубежья. До конца уборочных работ в Цильне примерно 5 дней. В Скопате осталось порядка 25 гектаров. Около 8 тысяч тонн ценного продукта ожидают в своей очереди на погрузку в Покровских полях. Еще около месяца свекла будет добираться на сахарный завод. За один день перевести и принять на производство могут всего 300 тонн сладких корнеплодов. Но производственные мощности завода непрерывно увеличивают. На модернизацию и реконструкцию в этом году направлено порядка 200 миллионов рублей. Яна Федорищева, Александр Кудряшов. Новости Управда ТВ.